1 июля вас ждут на площадках голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации. Голосовать будем за пакет разом. То есть нужно будет поставить галочку «за» или «против» сразу всех довольно разнородных поправок. Например, в тексте есть такие слова. Российская Федерация является правоприемником СССР на своей территории. Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство. Кроме того, поправки запрещают президенту избираться более чем на два срока, но при этом расширяют его полномочия. Есть пункт о пожизненной неприкосновенности бывших президентов. А еще в поправках браком признается только союз мужчины и женщины, гарантируется индексация пенсий и пособий, русский народ называют государствообразующим. Как же мы будем голосовать за эти поправки в период эпидемии? Это возможность организации в период с 25 июня по 30 июня, включительно голосования вне помещения стационарного участка, которое традиционно известно нашим избирателям, а с использованием так называемых любых придомовых территорий. Может вам удастся проголосовать в палатке под окном своего дома, а сейчас в избиркоме прорабатывают варианты с учетом пандемии. И с учетом того, что край вошел в список 13 регионов, где голосование осложнится высокой заболеваемостью, то есть пониженной явкой. Очень значимая задача профессиональная, это, конечно, максимально безопасным, сделать весь процесс голосования не только в основной день, но и в период до дня голосования. Кроме того, всем участникам голосования дадут пакеты с отдельной ручкой, перчатками и защитной маской. На организацию голосования в Алтайском крае федеральный бюджет потратит 261 миллион рублей. И это еще без учета. Мир защиты на это тоже выделят бюджетные деньги. Так что неучастие лишает вас не только голоса, но также маски и пары перчаток. А они нынче дорогие. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком.